Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает программа Открытый диалог Здравствуйте, Александр Добрый день, здравствуйте Здравствуйте, дорогие радиослушатели и видеослушатели Все наши зрители, слушатели, все, кто нас слушают, читают, смотрят Все наши зрители на YouTube-канале и все наши слушатели в эфире И те, кто смотрят или слушают нас на нашем веб-сайте radioNVC.com Ну что ж, начнем, наверное, о политике вашего правительства Да, Сергей, меня хорошо видно, кстати Потому что на стриме как-то размазано немножко Да, вот что-то у нас, это вообще, вот после того, как вы приблизились Там что-то вы искали где-то У вас пропал фокус Есть такое Во, 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 во Другое дело Ну отлично Ну хорошо, давайте тогда все-таки начнем Вот видите, за моей спиной там лежит мед и гранат, и яблоко У нас скоро еврейский Новый год Я хочу поздравить всех наших зрителей, слушателей С наступающим еврейским Новым годом, кто празднует и кто не празднует Всех вас с Новым годом И пожелать, чтобы наступающий год был более радостным, более успешным, более счастливым, чем был предыдущий Ну и, конечно, мы ждем всех евреев К нам в Израиль Возвращайтесь, приезжайте в гости Или переезжайте на совсем вообще всех хороших людей Пришло время Увидеть вас у нас Да, и как в таких случаях говорят, Шаната Вау Митука Шанату Вау Митука, спасибо, Сергей, именно так Ну а теперь к вещам менее радостным и менее приятным И действительно, я хочу поговорить сегодня о очень больной для меня теме Она настолько эмоционально заряжена для меня, что я вообще стараюсь как можно меньше о ней говорить Потому что, начиная рассуждать и рассказывать о ней, мне очень сложно оставаться эмоционально отстраненным И не распаляться и потерять самоконтроль Но, тем не менее, все-таки попробую, потому что это настолько важно, настолько серьезно, что не говорить об этом просто невозможно Речь о том, как нынешнее правительство, правительство Венета, которое я говорил, что он создает правительство на 10 градусов правее предыдущего правительства Натаньяо По сути дела занимается удушением еврейских поселений, в Иудеи и Самарии И стремительным созданием государства палестинских арабов в Иудеи и Самарии за счет Израиля, за счет интересов Израиля И, как я постараюсь вам показать, это даже хуже, чем все, что мы знали до сих пор с левыми правительствами, которые были в Израиле Четверо фермеров фермы Аругот, которая расположена в восточной части блока еврейских поселений Гушицон, к югу от Иерусалима В понедельник утром оставались в огромном напряжении Лишь накануне они получили известие о том, что на следующий день около сотни солдат израильской армии Будут посланы на штурм их фермы для выкорчевывания виноградника Шесть лет назад они посадили свой виноградник в память о молодом американском еврее Эзре Шварце Который был убит в результате теракта в 2015 году неподалеку Эзра был убит, а пятеро его друзей из Ешивы ранены, когда террорист открыл огонь по микроавтобусу, в котором они ехали Машина в это время стояла в пробке на перекрестке Гушицон, поэтому у них не было никакого шанса спастись Место, где они застряли в пробке, находилось, к слову, всего в нескольких десятках метров от того, где накануне летом, в 2014 году Были похищены и убиты трое других еврейских подростков Нафтали Френки, Гил-Ад Шайер и Эй-Аль-Ифраз Их похищение и убийство тогда положили начало целой цепочке событий, которые в итоге привели к войне с режимом Хамаса в Газе, войне 2014 года И вот год спустя Эзра и его друзья собирались принять участие в создании природного заповедника Озвегаон К постоку от перекрёстка Гушицон Расположенный неподалёку от того места, где были найдены тела убитых подростков, Озвегаон был фактически создан Этот заповедник был создан в память о тех трёх молодых ребятах, которых убили и похитили арабские террористы И вот по дороге туда был убит Эзра Шварц И в память о нём была создана эта ферма Местные власти, власти Гушицона и Брестки, попросили фермеров создать ферму Ругот Она расположена на государственных землях, которые Еврейский национальный фонд не смог удержать Потому что ещё 20 лет назад Еврейский национальный фонд посадил на этом участке 10 тысяч деревьев, чтобы защитить эту землю от захвата палестинскими арабами Но в течение буквально нескольких часов арабы выкорчевали все деревья И вот 4 фермера и их семьи переехали сюда 7 лет назад, чтобы вместе обрабатывать и, по сути дела, охранять около 40 акров государственной земли Тут нужно сделать небольшое отступление и напомнить нашим слушателям и зрителям Что в соответствии с соглашением ОСЛ, подписанным в 1995 году Иудеи и Самария были разделены на три области А, Б и С А и Б были переданы под контроль туристической организации Арафата ООП И там была создана фактически автономия А зона С, которая составляла тогда 60% территории Иудеи и Самарии, осталась под контролем Израиля И вот Израиль управляет зоной Си через гражданскую администрацию армии обороны Израиля Поскольку суверенитет мы так и не распространили Натаньяу сорвали этот проект распространения суверенитета на зону Си фактически О чем мы говорили когда-то, когда еще был Трамп и был Натаньяу И вот Израиль управляет через гражданскую администрацию В 2008 году тогдашний глава правительства автономии, не путать с лидером автономии Лидером автономии, как вы знаете, является преемник Арафата, убийца и террорист Абумазы, Махмуд Абас Но у них есть что-то вроде еще правительства И во главе правительства в 2008 году стоял такой хитрый араб Салам Фаят Который опубликовал стратегию захвата земель в зоне Си с целью удушения еврейских общин Блокировки их развития и постепенного захвата автономии контролем стратегическими территориями С тех пор, благодаря щедрому финансированию со стороны ЕС, речь идет о десятках и сотнях миллионов евро Которые перечисляет Евросоюз на этот проект Тысячи акров в государственной земле были захвачены палестинскими арабами Были построены десятки незаконных арабских населенных пунктов Которые растянулись вдоль основных транспортных артерий и подъездных путей к еврейским поселкам Так что в итоге каждый поселок еврейский оказывается окружен арабскими какими-то постройками В интервью изданию «Маориз» на прошлой неделе Коби Эль-Раз, который работал советником по вопросам зоны Си у трех министров обороны Подсчитал, что в результате вот такого целенаправленного захвата земель в Иудеи и Самарии на деньги Евросоюза Израиль сегодня контролирует в лучшем случае лишь 40% от этой области Утратив за последние два десятилетия около 20% территории То есть у них было 40, у нас 60, сейчас ситуация обратная У них 60, у нас 40 И эти 20% захвачены как бы без всякого соглашения Просто по факту приходят и захватывают И гражданская администрация ничего с этим не делает В понедельник Ария Промович, один из фермеров, объяснил значение фермы Ругот Виноградника в контексте этой войны против захвата государственных земель палестинскими арабами Наше местоположение, сообщил он, по сути, последняя линия государственных земель в восточной части Гуши Циона Километр к востоку от нас уже стал территорией, контролируемой гостями автономии Есть тысячи районов, где палестинские арабы намеренно захватили контроль над государственными землями Природные заповедники разрушаются и исчезают Гражданская администрация ничего не делает, чтобы остановить всё это Но именно наш маленький виноградник, в который мы вложили сотни тысяч шекелей из наших собственных сбережений И потратили сотни часов на его возделывание, они твёрдо намерены выкорчевать Почему, спросите вы, почему? Сейчас объясним Но прежде ещё не заметить продолжающийся масштаб захват земель палестинскими арабами Просто невозможно. По дороге к ферме палестинские арабы устроили полдюжины незаконных карьеров, разрушив библейский ландшафт этой местности И окружив три ближайших еврейских посёлка Малиамос, Ивейнахаль и ферму Ругот Вот такими своими форпостами Мы построили виноградник на так называемой исследуемой земле, объясняет Джереми Гимков Что такое исследуемая земля? Никакого отношения к науке это не имеет Дело в том, что исследуемая земля — это такой земельный участок в Иудее и Самарии, статус собственности которого неизвестен То есть что значит неизвестен? В 1967 году, когда Израиль освободил территорию Иудеи и Самарии, то какое-то количество земель, очень небольшое, обрабатывалось конкретными людьми, арабами, которые там жили И это была их территория На самом деле даже никто не проверял, они её захватили сами или получили в наследство, или просто взяли, или купили у кого-то Но они её обрабатывали, это стало их Но большая часть территории была как бы ничья И всё это называется землёй исследуемой, поскольку как бы про неё мы ничего не знаем Когда государство исследует этот участок и изучает документы и обнаруживает, что нет никаких хозяев у этой земли Или нет людей, которые могут предоставить какие-то вразумительные документы, что эта земля является их Она из исследуемой превращается в государственную землю Раз ничья, значит она принадлежит государству, которое её вслед контролирует, то есть Израиль И эта земля исследуема действительно То есть вроде как про неё мы пока не знаем Она ничейная или чейная Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что если какая-то земля кому-то принадлежит, то он к ней приходит и начинает использовать И арабы, собственно, давно уже всё, что можно было хоть как-то Где они могли хоть как-то объяснить, что это их земля, они уже давно всё прибрали Теперь вопрос идёт именно о той земле, которая была ничьей, но они пытаются доказать, что она тоже их И вот мы выбрали это место, объясняет Джерри Мегимпель Из-за его стратегической важности для сохранения израильского контроля над этим районом Потому что он соединяет ферму Аругот и Вейнахаль и Малиамос А палестинские арабы, в свою очередь, хотят изолировать нас друг от друга, прервав непрерывность израильского контроля Поэтому очень важно им на эту территорию захватить Не то, что у них другой земли нет Им важно разрушить еврейскую непрерывность, построить ствое И вот военные приказы уничтожить этот виноградник Особенно возмущают, поскольку как раз в то время, рассказывает этот Гимпель Когда мы посадили свой виноградник, арабы посадили оливковую рощу на другой исследуемой земле, по другую сторону этой горы То есть, понимаете, вот с одной стороны дороги исследуемая земля, с другой стороны дороги исследуемая земля Чья она неизвестна, государство пока не проверило То есть, скорее всего, не Чья, но государство это не проверило Вот арабы с одной стороны высаживают свою оливковую рощу и никто, слово им не скажет, никто не попытается им разрушить что-то, никто не вынес им приказ об уничтожении. Евреи посадили в тот же самый момент на такой же точно земле свой виноградник, и они получают им сейчас, при новом правительстве, приказ о сносе и уничтожении. Представитель местной власти Гуши Цоновская объяснил, что приказ об уничтожении виноградника вот сейчас, 7 лет спустя, после того, как его посадили, являются частью новой политики, проводимой правительством Беннета и Лапиды. Это очень важно, поэтому я повторяю это ещё раз. Это новая политика. Сейчас пропагандисты Беннета постоянно говорят, а вот Натаньяу, а вот и Натаньяу, он тоже ничего не делал. Это неправда, потому что то, что происходит сейчас в Иудее и Самарии, это новая политика, и эта политика откровенно враждебна еврейскому нарративу, еврейскому интересу. С тех пор, как это правительство пришло к власти, объясняют местные власти, местные, как бы, муниципальные власти, бушиционно, земельная политика в Иудее и Самарии полностью изменилась. До сих пор, хотя гражданская администрация, которая всегда была комплектована левыми юристами, и они, в общем, очень враждебно относятся к поселенческой идее, гражданская администрация не боролась с захватом земель, которые осуществляют палестинские арабы. То есть арабы захватывали ничейную землю, и гражданская администрация их не гоняла оттуда. Сотни форпостов арабских, сотни территорий, тысячи территорий, которые они захватили в Иудее и Самарии, 20% и в Иудее и Самарии они захватили. Гражданская администрация с этим не борется. Можно сказать, что 12 лет Натаниеллу был премьер-министр, он мог как-то более жестко потребовать от министров обороны, которые у него были. Там были самые разные министры, либо и Барак, и Либерман, и Беннет в своё время, кстати, был, и Ганс был. Он мог потребовать от них, чтобы они как-то более жестко боролись с этим. Но у него было много проблем. И с этим он действительно не боролся. Это можно высказать как претензию. Но хотя гражданская администрация не боролась с захватом этих земель, они, по крайней мере, содействовали изучению исследуемых земель. То есть когда евреи говорили, что на этой исследуемой земля нет никакой частной собственности, то гражданская администрация начинала изучать этот вопрос, искала документы. Если была возможность, действительно было очевидно, что нет никакой частной собственности там, то меняли статус на государственную землю. Тогда евреи уже могли остаться там на законных основаниях. Но теперь вся эта деятельность остановлена, понимаете? Теперь гражданская администрация не борется с захватом земель арабами и не переводит землю спорную, которая даже не спорная, а просто под вопросом, в государственную. Таким образом, лишая евреев вообще права какого-либо что-то сделать. Теперь политика состоит в том, чтобы не проверять право собственности наследуемой земли, а вместо этого относиться к ним так, как если бы они принадлежали арабам, даже если никто не претендует на владение. То есть когда арабы высаживают свою оливковую рощу, то это всё нормально, им никто ничего не скажет. Но если евреи это сделают, то их немедленно пытаются согнать и уничтожить. Даже если не сейчас. А семь лет назад они посадили свой виноградник, семь лет они его обрабатывают. Говорят, вот сейчас приходят солдаты и говорят, мы это всё должны по приказу выкорчевать. Всю вашу работу, все ваши вложенные труды, все деньги, которые вы сюда вложили, мы всё это уничтожим. Не потому что есть какой-то араб, который говорит, у меня отобрали землю. Нет, никакого араба нет. Но мы по определению теперь считаем, что раз она не исследована, то мы не будем проверять чьи арабы. Мы просто всё это уничтожим. Это новая политика нового правительства. Это можно понимать. Такого принадлежа не было. По мнению фермеров, план весь этот предельно прост. Сначала армия уничтожит их виноградник, а уже на следующий день Евросоюз купит виноградную лозу для палестинских арабов, которые придут и посадят её там. И всё. И гражданская администрация уже будет, продолжая ничего не делать, как бы избавиться от этой земли. И эта земля тоже будет потеряна и передана фактически в автономию. Вот так это работает. Приказ об уничтожении, подобный тому, что был вынесен винограднику фермы Ругот, это лишь один способ, из многих способов, с помощью которых правительство Беннета и Лапида участвует сейчас в дипломатическом процессе, направленном на создание враждебного государства палестинских арабов, Баудеи, Самарии и Иерусалима. Я повторю это ещё раз. Этого не было при Натанияу, и это началось в этом правительстве. И вот это совершенно беспардонное удушение еврейского имущества и захват земель государственных и ничейных земель, передача их в пользу палестинских арабов, это только часть дипломатического процесса, который развернуло сейчас новое правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет вошёл в политику 8 лет назад, размахивая планом о распространении израильского законодательства на всю зону СИ. Когда Натанияу сказал, давайте вот по плану Трампа сделаем, сначала треть возьмём, потом дальше уже будем торговаться, разберёмся, Беннет бился в истерике, у него слюна шла изо рта, и у всех его пропагандистов тоже слюна шла изо рта, что нам это не нужно, это кусочки, это ошмётки, нам нужно вся зона СИ. Только вся, и Натанияу предатель, он хочет слишком мало, поэтому мы его не любим. Говорят, кричали пропагандисты Беннета, и сам Беннет тоже заливался в истерик. Но вот сегодня он тихо и без боя сдаёт зону СИ палестинским арабам как таковую. То есть это даже хуже, даже меньше, гораздо чем Натанияу. Натанияу предлагал хотя бы взять сразу же треть и за всё остальное торговаться. Натанияу говорил, нет, не пойдёт, слишком мало. А теперь он сам отдаёт это всё палестинским арабам. Политика Беннета даже более радикальна, чем политика таких левых лидеров, как в своё время Худ-Барак и Худ-Ольмер и Цепи-Ливни. Потому что все их мирные планы, мирные в кавычках, разумеется, предполагали, что в заключительном мирном соглашении с палестинскими арабами Израиль сохранит контроль над так называемыми поселенческими блоками. То есть да, конечно, они хотели отдать всю Иудею и Самарию, кроме нескольких кусков. И вот Гуш и Цион, это такой большой поселенческий блок к югу от Иерусалима, между Иерусалимом и Хевроном, про который все эти и Барак, и Ольмерт, и Ливни, они говорили, ну это уже еврейский блок, и мы его как бы, ну он уже останется у нас, мы как-нибудь договоримся с вами, всё отдадим, вот это всё останется. Но нынешнее правительство Беннета предпринимает шаги на местах реальные, как бы, фактически, которые разрушают целостность Гуш и Циона, поселенческого блока, того самого, который как бы считается национальным консенсусом, про который даже левые, в общем-то, не спорили, говорили, да, это останется. А Беннетт сейчас отдаёт куски из этого района в пользу автономии, понимаете? То есть он более радикален, чем все левые правительства, которые были до сих пор. И вот мы возьмём несколько посёлков, например, там есть два больших очень посёлка, очень известных израильских, Алон Швуд и Рош Цюрим. Это большие еврейские общины, расположенные в самом центре Гуш и Циона. Ну, примерно в 15 минутах езды от фермы Руго, да, чтобы вы понимали масштабы. Это же не Америка, с её тысячами километров схода сюда. Так вот, центральный Гуш и Циона, это, можно сказать, как бы вотчина Беннетта, потому что в то время, как партия Беннета и Ямина получила лишь 5% голосов по всей стране, представляете, у нас премьер-министром тот, кто заработал 5% голосов по всей стране. Но в Гуш и Ционе как раз она доминировала, Беннетт же представлял себя правым и пропоселенческим, и Ямина набрала в Гуш и Ционе огромное количество голосов. В Рош Цюрим, в поселке Рош Цюрим, 54% голосов, больше половины жителей Рош Цюрим проголосовали за Беннетт. В Алом-Шлуте 40%, почти половины. И вот вдоль границы между Алом-Шлут и Рош Цюрим находится небольшой кластер из 40 арабских домов, который носит название Хир-бет-Захария. Планируется, что на своем предстоящем заседании Комитет по планированию гражданской администрации утвердит план строительства, который добавит 50 новых домов в этот арабский кластер. Понимаете, было там 40 арабских домов, а будет еще 50, то есть в два раза не увеличит этот арабский поселок, находящийся прямо в центре Гуша Циона. Натаниал не давал разрешения на такое. И Ганс, когда он пытался шерудиться под Натаниалу, будучи министром обороны в правительстве Натаниалу, он ничего не мог сделать. Он, может, и хотел, но ему по пальцам сразу давали. А тут у нас новый, очень правый премьер-министр, который, пожалуйста, Бенни, Ганс, пожалуйста, хочешь добавить еще 50 домов прямо в центре еврейского как бы блока, добавлять. И эти новые здания будут построены на месте виноградников, которые сейчас прилегают к Хербет Захарии. Местный чиновник Гуша Цоновский рассказал, что расширение Хербет Захарии финансируется правительством Франции. Они вмешиваются наглым образом, эти европейцы, вмешиваются в нашу внутреннюю политику. Они тратят десятки и сотни миллионов евро на то, чтобы разрушать нашу государство. Поэтому, когда я слышал, что талибы сейчас высаживают десант в Европе, готовят там большие теракты, ИГИЛ, я говорю, замечательно, пусть, пусть зарвут к чёртовой матери Европу и Францию, Германию, все эти страны должны встать тормашками взлететь, потому что, может быть, тогда у них не будет времени, денег и сил на то, чтобы лезть в нашу жизнь и разрушать наше государство. Так вот, Франция тратит миллион с четвертью евро на строительство этих самых домов для того, чтобы разрушить еврейский блок. И цель расширения Хербет Захария она очень проста. Виноградники, на месте которых планируется строительство новых живых домов, представляют собой, по сути дела, такие пешеходные дорожки типа парка такого, которые соединяют Алоншут и Росцурим, те два самых поселка больших, которые дали Беннету больше половины, почти половину своих голосов отдали. А вокруг них есть маленькие, поменьше еврейские поселения, и вот люди ходят, гуляют в выходные, выходят в эти самые виноградники и проходят из одного поселка в другое. Квары Ционы, Лазар, Батайна, Даниэль и Фрат. И вот если все эти тропы превратятся в арабское поселение, то понятно, что гулять евреи там уже не смогут. И все эти отдельные поселочки они просто будут отрезаны друг от друга. То есть сейчас они чувствуют себя единым блоком, а так они будут разрезаны, потому что в центре у них возникнет большая враждебная арабская деревня. Местные жители, евреи, которые там живут, они говорят вообще удивительные вещи. Они обращались, конечно же, тут же побежали. Была их партия, они за неё голосовали, побежали к партнёршу Беннета, к министру внутренних дел, а еле от Шакет. И попросили её помощи, сказали, ну что же вы делаете, ребята, вы же нас убиваете просто, вы нам в дом подселяете террористов, вы хотите, чтобы они нас всех убили? И что отвечает Шакет? Она говорит, а поговорите с Бенни, с Бенниганцем. Иными словами, она их просто посылает в пешее эротическое путешествие к министру обороны Бенниганцу, подчёркивая, что она к этому никакого влияния не имеет вопроса. Примечательно, что та же самая история повторяется с обеспокойными жителями по всей Иудеи и Самари. То есть вдруг поселенцы, которые голосовались за Ямину, ещё недавно так рьяно поддерживали Беннета и Шакет, они увидели, что Беннет просто уничтожает поселенческие блоки, заселяет арабов прямо к ним внутрь туда, отбирают то, что было и то, что можно было развивать. И когда они бегут и говорят, что же такое происходит, они говорят, «Бенни, идите к Гансу, разговаривайте с Гансом». Люди звонят в Шакет в прошлом одной из самых громких защитниц еврейских поселений в Иудеи и Самарии с просьбой о помощи. Но та в ответ теперь расписывается в собственном бессилии и говорит, «Извините, не могу. Поговорите с Бенни, как если бы он, Бенни Ганс, а не она, была бы политиком, за которого они голосовали». Понимаете? Это такая смесь цинизма, наглости и какой-то просто оголтелого радикализма. То есть трудно было даже ожидать невозможно было ожидать такого даже от левых, а тем более от людей, которые ещё полгода назад распинались в том, как они защищают интересы еврейских поселенцев и Иудеи и Самарии. Но после того, как Беннет разорвал с правыми, чтобы сформировать своё правительство, с левыми из партии братьев-мусульман Ран, он успокоил своих встревоженных избирателей в Иудеи и Самарии, сказав им, что не будет никакого дипломатического процесса с палестинскими арабами, а вся его политика в Иудеи и Самарии будет ограничена вокальными временными решениями в духе здесь и сейчас, но никак не повлияет на долгосрочную политическую или территориальную конечную цель. Но мы знаем уже, что когда Беннет что-то говорит, всегда всё на самом деле наоборот. То есть он какой-то просто патологический лжец, и он за последнее время ещё не сказал ни одной фразы, которая не была бы наполнена ложью, то есть от слова «сосед». Это даже удивительно, такого мы ещё никогда не видели, он всё время врёт. И как бы неудивительно, что оба этих утверждения, о том, что не будет никакого процесса, направленного на создание палестинского арабского государства, эти утверждения как бы не соответствуют действительности. Потому что дипломатический процесс проходит и проходит сразу на трёх уровнях. Ну вот на местах правительство Беннета неофициально, но в большинстве случаев совершенно необратимо издаёт контроль над зоной Си палестинским арабам. То есть не зона А и Б, которая и так уже араб, а зона Си, которая ещё у нас остаётся и которая является ключевой для нас, он её просто отдаёт, превращая еврейские общины, в том числе и те, о сохранении которых, казалось бы, есть широкий национальный консенсус, в острова, окружённые территориями, контролируемыми палестинскими арабами. Точно так же они же сделали в Газе в своё время когда-то. То есть Шарон сначала превратил еврейские посёлки в секторе Газа в изолировании Анклаба. Потом сказал, ну что с этим делать? Ничего делать нельзя, надо выводить это. Понимаете, что он делает? Но это только один уровень вот этого самого уничтожения еврейского присутствия в Иудее и Самарине. На международной арене уже и Беннет сам, и Ганс, и министры иностранных дел Гейерландрит, как же без этого клоуна, встречаются с иностранными лидерами, президентом США Джо Байдена, министрами иностранных дел Евросоюза и с арабскими лидерами и соглашаются на многочисленные уступки во всём от суверенитета над Иерусалимом, как бы от уступки на уступки в суверенитете над Иерусалимом до освобождения террористов из тюрем и возобновления финансирования и оснащения режима Хамаса в Газе, и режима, конечно, Абумазана, Аббаса, в так называемой палестинской администрации в Иудее и Самарине. Понимаете? Сейчас буквально вот как пока Беннет пел колыбельные песни Байдену, и тот похрапывал на их встрече, Ганс, министр обороны, поехал в автономию в Рамалу встречаться с Махмудом Аббасом. Такого ещё никогда не было в истории Израиля. То есть даже самые левые израильские политики, занимавшие должность министра обороны или премьер-министра, они не ездили в Рамалу как бы в ставку к террористу целовать ему пятку. Они встречались, как правило, на нейтральной территории, потому что те не хотели приезжать к нам, а наши говорят, с чего мы к вам поедем, понимаете, на Востоке это очень важно, кто к кому приезжали. Но тут Ганс поскакал в Рамалу в фактическую ставку вот этого самого Махмуда Аббаса, Рамальского ОПГ, палестинскую автономию. Он туда приехал, во-первых, он обещал дать гражданство пяти тысячам семей палестинских арабов израильское гражданство. Понимаете, что они делают? Столько из семья. Это ведь не два человека, это как минимум человек шесть. То есть 30 тысяч палестинских арабов получит израильское гражданство. Но мы понимаем, что они укрепляют свой фланг левый в Израиль. Но это же, вы понимаете, какой-то удар по интересам государства Израиля. Но это еще не все. На встрече с председателем автономии Махмудом Аббасом, который состоялся вот на прошлой неделе в Рамале, Ганс согласился в обход закона Израиля, требующего от правительства отказывать финансирование властей автономии до тех пор, пока те продолжают выплачивать зарплату террористов. У нас ведь, как и у вас, и Трамп, еще до Трампа, на самом деле, был принят этот закон. И в Израиле потом приняли закон о том, что пока автономия, пока власти автономии выплачивают террористам, убивавшим евреев, пенсии или семьям, если они взорвались, это были террористы-смертники, они взорвались, и семьи получают как бы пенсии. Чем больше евреев убил, тем больше пенсия твоя. То есть прямая зависимость, наглую. Так вот, пока они это делают, Америка при Трампе сказал, мы вам платить, мы будем эти деньги вычитать, то есть мы вам хотим помочь, мы вам готовы дать столько-то миллионов долларов. Но из них мы вычтем то, что вы выплачиваете террористам. Израиль стал так делать. Ну вот, теперь Ганс приезжает в автономию и говорит, да, мы знаем, что 6% текущего бюджета администрации автономии расходуется на выплаты террористам и их семьям. Но мы берем 500 миллионов шекелей и 156 миллионов долларов примерно. Мы их называем не деньгами, которые мы вам передаем, а мы называем их судой. То есть это как бы суда. Ну потом она превратится в подарок, но пока это суда. А раз это суда, то нет никаких юридических ограничений. Этот патент придумали вместе Беннет с Байденом и Байден тоже сейчас точно так же в обход закона Тейлора Форса передаст автономии огромные суммы в виде суда, ну которая потом превратится, видимо, в подарок. Но более того, Ганс на этой встрече фактически убил давнешние требования Израиля от палестинских арабов прекратить войну против Израиля. Ведь что говорил Натаньялов? Он говорил, хорошо, мы будем с ними договариваться, но они должны прежде всего отказаться от террора и проявить готовность жить с нами в мире, с Израилем. Абумазан не хотел, поэтому никаких перегоров не было. Теперь Ганс с одобрения Беннета фактически полностью отказался от этого требования Израиля о том, что администрация автономии должна прекратить против Израиля террор. То есть они даже формально не требуют этого. Понятно, что они могли формально отказаться и продолжить пакостить из-под тишка. Но они даже не готовы были формально отказаться от террора. И наши ребята, Ганс и Беннет, теперь говорят, ну не надо, мы вам просто будем помогать. На сегодняшний день правительство отказалось, наше правительство отказалось отклонить требования администрации Байдена открыть консульство в Иерусалиме, консульство для обслуживания властей автономии. То есть понимаете, что делает Байден? Трамп в свое время перенес посольство американской в Иерусалим и консульство, которое было фактическим посольством Америки в автономии палестинской, независимом как будто бы государстве, тоже в Иерусалиме, он его закрыл. Теперь Байден хочет открыть заново это консульство. Формально он не может это сделать без разрешения израильского правительства. И израильское правительство должно было бы сказать, нет, ребята, Иерусалим — это наша столица. Можете открыть консульство автономии где угодно, на Марсе, в Рамале, в Нью-Йорке, но в Иерусалиме вы его открывать не будете. Но, хотя, вот, что-то такое пробубнил, невнятное, прямого отказа Беннет не сказал бы, не высказал Байден. Если в итоге де-факто будет это консульство открыто, то, конечно же, немедленно десятки других государств в Евросоюз в очереди стоят они, потому что они наши враги откровенные, последуют этому примеру и откроют консульство враждебное и финансирующее террор палестинской администрации в нашей столице. Таким образом, Филипидо фактически соглашается за спиной общества разделить столицу Израиля. Понимаете? Это по факту это будет разделение Иерусалима. Только они не говорят об этом вслух, они не обсуждают это, они не выносят на обсуждение общества. Левые поступали глупо, они говорили, вот наш план такой, мы хотим разделить Иерусалим. И народ отвечал ему, нет ни за что. Пришёл хитрый Беннет, лживый мошенник Беннет. И он говорит, нет, я правее Натаниялу. Ну да, но я разрешу Беннету Байдену разрешу консульство открыть Иерусалиме. Ну и что? Ну и там ещё десятки других стран откроют консульство. И что, разве от этого что-то случилось? Да, случится. И он прекрасно это понимает. В четверг Махмуд Абас, который был на протяжении 12 лет при Натаниялу нереально, нерелевантным персонажем, Натаниялу полностью выжил весь газ, весь воздух из этого шарика раздутого. И автономия потеряла всю свою релевантность международную, ломатическую. Ну вот, Беннет вдохнул у них новые силы, дал полмиллиарда шекелей, и в четверг Абас поскакал на саммит в Каире с президентом Египта Абдельфатахом и королем Иордании Абдалой. И заявленная цель встречи — согласование единой позиции на переговорах с Израилем. И эту единую позицию Сиси озвучит на встрече с Беннетом, когда Беннет поскачет в Каир. Опять же, кто куда едет? Сиси не приезжает в Иерусалим. Зачем ему? Это Беннет побежит в Ставку в Египет, чтобы выслушать требования к Израилю, согласованные между Египтом и Орданией и заново возродившимся зомби Махмудом Аббасом. Возвращаясь к ферме Арубот, в понедельник днём гражданская администрация отложила приказы выкричевывания виноградников до следующего месяца. То есть на месяц дали отсрочку. И хотя эта новость принесла облегчение у четырёх фермеров, настоящих причин для радости нет. Потому что если что-то радикальное не изменится, то вот этот дипломатический процесс, который обманом и за спиной общества Беннет протаскивает по созданию палестинского арабского государства, он придёт вкушаться. Он, и он разрушит даже тот блок поселенческий, который до сих пор даже с точки зрения левых считался неделимой частью Израиля. Сергей, давайте сделаем без перерыв, наверное, и потом уже продолжим. Действительно, мы сделаем перерыв, после чего вернёмся и обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Открытый диалог. Телефон студии 847-400-5200. Ну и пока наши радиослушатели набирают номер телефона, возможно, у них есть вопросы. Расскажите, что там за экцидент из Сирии насчёт ракеты? Да. Ну, сегодня ночью около часа ночи, где-то между часом и двумя, громкие взрывы были хорошо слышны во всех городах так называемого центра, прибережного центра страны, в окрестнице Большого Тель-Авива. Должен признаться, что я живу тоже там, но я ничего такого не слышал. Но многие жители слышали этот гром. Причём отголоски зрелых были слышны даже в Иерусалиме и по всей Самарии и даже в Ашкелоне, то есть уже далеко на юге. Ну, а наутро было сообщено, что ночью израильские ВВС атаковали проиранские милиции в районе Дамаска. И Сирия ответила массированным зенитным огнём. По крайней мере, одна ракета большой дальности проникла на территорию Израиля и взорвалась. Теперь немножко рассмотрим эту ситуацию как бы чуть подробнее. Как вы помните, при Натаньяо наши самолёты летали над Сирией и по договорённости с Путиным российские зенитные системы, комплексы просто как бы отворачивали, смотрели в другую сторону. Когда пришёл Пеннер, который никто и звать его никак. Путин так сказать сказал, кто ты вообще такой? Я с тобой ни о чём не договорился. Пшёл он от Сирии. И теперь наши самолёты вынуждены залетать со стороны Ливана у них уменьшился очень сильно оперативный манёвр. Им труднее всё это делать, но они это делают, заходя со стороны Ливана. Но сирийский режим тоже уже как бы настолько осмелел, судя по всему, что в ответ на очередную атаку, причём не по его позиции, но по позициям проиранских всяких там милиций, склады иранские, они ответили ракетой, которая как бы направлена против наших самолётов была, но она изначально была запущена даже не в ту сторону, откуда они прилетели, а прямо на Израиль. То есть это был на самом деле очень прозрачный намёк, типа сейчас мы пока выстрелили так, что мы знали, что она упадёт где-то в море, но в следующий раз она может и не в море упасть. И сначала официальное заявление армии барона Израиля было, что сирийская и зонитная ракета вторглась ночью в воздушное пространство, но мы выясненько посчитали как бы нашей системы, что она взорвётся над морем, поэтому даже сирену не включили, оповещающая тревога. Ну окей, действительно, что пугать людей, если понятно, что ракета упадёт в море. Но дальше это было самое интересное. Дело в том, что сегодня днём жители Южного Тель-Авива стали сообщать, что они нашли обломки у себя во дворах, то есть в районе Южного Тель-Авива, в четырёх-пяти километрах от моря были найдены обломки этой самой ракеты, большой зенитной ракеты, которую запустили сирийц. То есть, может, она действительно упала в море, и наша армия по приказу Беннета не врёт, но ракеты разлетелись по всему Южному Тель-Авиву, и только чудом каким-то, то есть проведением божественным, можно сказать, никого там не задело и не убило, и ничего не повредило. Потому что вы понимаете, что когда летят ракеты по густонаселённому району, это просто чудо, что ни в кого ничего не попало. Теперь речь идёт о ракетах С-200, которые 40 лет назад, в своё время, Советский Союз поставил их в Сирии. 40 лет назад была Ливанская война, Первая Ливанская война, и тогда Израиль в ходе операции «Медведка-19», собственно, такая удавая, лихая операция, когда большинство развернутых в Ливане сирийских зенитных комплексов было просто полностью уничтожено без каких-либо потерь с израильской стороны. И Советский Союз тогда подарил Сирии огромное количество комплексов С-200. Они были тогда самые передовые, и они их немножко ещё как бы усовершенствовали в протяжении этих лет. И вот теперь сирийцы ими пуляют. Пуляют они, конечно, очень неуклюжие, неумелые. Наши самолёты обходят без проблем эти самые препятствия. Но, как выяснилось, эту ракету можно не в самолёт запустить, а запустить, например, в живой район Израиля. Это был очевидный, откровенный намёк Беннету о том, что в следующий раз действительно они могут ещё немножко ошибиться, и тогда это уже упадёт не в море, а прямо в самый центр Тель-Авивы. И что вы, типа, будете делать? Ну, понятно, что когда видят слабость, а видят слабость Беннета непрерывно на всех фронтах, то все, даже самые трусливые, начинают поднимать голову и начинают, так сказать, его прижучивать и проверять на вшивость. Сергей, у нас есть звонки? Были звонки, но не дождался радиослушателя, мне не хотелось прерывать. Ничего, давайте у нас ещё есть, может быть, мы... Ещё маленький вопрос, может быть, пока люди, если кто-то набирает звонок, и можно будет прерваться пока, просто ещё один дополнительный продолжение этой темы. Давайте вот попробуем принять. Человек звонился. Добрый день. Добрый день, господа. Вы знаете, Александр, слушая вас, особенно первую часть, это, ну, просто, ну, как вы говорите о людях, о Беннете, о Шахет, которых я сам лично ещё пару лет тому назад думал, что это будущие лидеры Ликудо, это будущие лидеры партии, это будущие премьер-министры, но то, что произошло, это просто никуда не годит. Но я хочу вас всё-таки поздравить с одной очень хорошей новостью. Август месяц был, оказался рекордный месяцем по Олиге из Северной Америки, ну, в основном это из Соединённых Штатов, тысяча человек приехало, и вы знаете, я лично сам знаю две пары, которые очень образованные, молодые, одна пара с двумя маленькими детьми, которые имели хорошую жизнь, материальную и так далее, сказали, что и нах, и нах, и нах, и всё, и они к вам в этом месяце, в августе переехали, что действительно радует и соцсетяет надежду на будущее. Но вообще всё, что там происходит, невозможно обнять голову, особенно Беннет, который такой был обещающий, посмотрите, во что он превратился, продажную, и кому он продался, нашему дебилу, который у нас сидит в Белом доме. Ну всё, спасибо большое, и шаната вас с наступающим праздником. Спасибо. С наступающим праздником, и я не случайно начал нашу сегодняшнюю передачу с приветствия, с Новым годом, и пожелание, чтобы как можно больше евреев из Америки, в том числе, приехали на постоянное место жительства в Израиле, совершили алью, то, что называется. Потому что, да, вы абсолютно правы, этот август был рекордным. Действительно, тысячи семей, тысячи человек, и для репатриации из Соединённых Штатов это большой показатель, это хороший показатель. Мы понимаем, конечно, что он обусловлен разными нюансами, тем, что происходит сейчас в США, и как бы, но, тем не менее, вы абсолютно правы, приезжают качественные, очень интеллигентные, замечательные люди, которые любят эту страну, и которые, безусловно, станут украшением, как бы, и дадут много, много для нашей страны, и мы очень рады, что они едут. Давайте попробуем еще приезжать. Добрый день. Добрый день. Алло. Алло. Перенабрать? Да, что-то, как-то с вами связь потерялась, перезвоните, пожалуйста. 847-400-5200. Пока я просто скажу короткую фразу, действительно, я сам в шоке от того, что произошло с Беннетом и Шакетом. Ведь я был знаком лично с отцом Беннетом. Я с Беннетом тоже лично знаком, и с Шакетом лично знаком. Я их помню, когда они работали в канцелярии Натанияу. И действительно, я тоже еще каких-нибудь там 8 месяцев назад видел в них перспективных правых лидеров. Лидеров всего права лагеря и в будущем действительно людей, которые могут стать лидерами страны. И это фантастика, во что превратились эти люди, их адепты, левреты, которые сейчас пропагандистской работой занимаются. когда они перевирают все на свете. Да, пожалуйста, говорите. Я видел фотографию Газы. Там прекрасные вдоль моря виллы в утопающих садах. В Акшире виллы очевидно, это дома семей и людей руководителей Хамаса. Если это так, почему Израиль не бомбит дома Хамасов? Пытается убить лидеров их засемья, это был бы хороший урок для них. Вы, конечно, правы. Сектор Газа на самом деле совсем не такое ужасное место, как его пытаются представить. И с точки зрения плотности населения Тель-Авив намного более плотно заселен, чем сектор Газа. И действительно в секторе Газа есть роскошные виллы и дорогие дома. И в них живет вот этот новый эстеблишмент Хамасовский. Там же в секторе Газа живут и люди за чертой бедности, окромное количество нищих и безработных, которые очень хотят бежать из Газа. Если бы только Хамас перестал бы сдерживать их и позволил бы уехать всем, кто хочет, в Египет, но они едут не в Египет, на самом деле, а через Египет, они бегут в Европу, то из Газа бы уехало, я думаю, процентов 80 населения. Но Хамас, как власти Советского Союза, не выпускают своих рабов из сектора. На ваш вопрос я отвечу так. при Натаньяу и при новом начальнике генштаба Кохави действительно началась такая практика тоже. То есть когда Израиль убивает террористов, то сразу же весь мир прогрессивный и в первую очередь европейские политики и средства массовой информации обвиняют Израиль в геноциде и говорят, что вы убиваете маленьких детей, хотя там здоровенные лбы и вовсе даже не подростки, а террористы-убийцы, но их называют мирными жителями. И поэтому, например, террористы этим пользуются. Они прячут в свои склады ракет и ракетные установки под детскими садами и больницами. Израиль не бомбит это, потому что я уже много раз объяснял, наша война это не только против террористов, но наша война это за общественное мнение. Ваши все эти антифа, левые демократы и БЛМ и европейские левые, они с удовольствием бы использовали всю мощь европейской армии и американской армии против Израиля. И все время при Обаме уже крутились люди, которые предлагали ввести войска американские, чтобы навести тут порядок. Но это невозможно до тех пор, пока общество все-таки понимает, что нельзя так. Израильтяне не варвары, израильтяне не террористы. Но когда бы мы начали бы уничтожать террористов так, как следует, то есть вместе с их больницами, детскими садами, потому что там находятся склады с оружием, вместе с домами террористов, где они живут в окружении кучи детей и женщин, чтобы, так сказать, их не убили, мы бы могли так сделать. Но уже через несколько часов вся европейская и ваша американская пресса визжала бы о кровавых убийцах и с кадрами развороченных, раскуроченных тел. И не удалось бы уже, то есть на этот раз бы им действительно удалось убедить общество, ваше и европейское, что нужно против Израиля применять, как в своё время против Сербии, применять всю мощь вашей армии и противостоять мощи армии американской, даже с Байденом, по ГОБе. Всё-таки Израиль мы и не можем, и не хотим. Поэтому наша война — это не только война против террористов, это и война за общественное мнение. И в этой войне за общественное мнение мы платим своими жизнями, потому что мы не можем позволить себе уничтожать террористов так, как следовало было уничтожать. Но и то же кое-что делается, очень ювелирно, очень аккуратно, но делается. И в последней войне, которую вёл Натаньял, в последнее фактическое его действие перед тем, как он передал образы правления этому новому правительству, уничтожалась очень активная инфраструктура высшего руководства Хамаса. И после этой войны Хамас действительно был подбит, и он показал, что действительно теперь можно от них получить всё, что нужно, что они будут всё-таки прекратят такую откровенную оголтевую войну, и за это мы позволим им восстанавливаться, гражданские комплексы все восстанавливаются. Но нынешнее правительство всё это слило, и оно уже разрешило вброс денег, и строй материалов, и всего чего угодно, и Хамас восстанавливает всю свою мощь, как бы не заплатив ничем. Потому что с новым правительством он понимает, можно делать всё, что хочешь, никто его не остановит. Сергей. А давайте теперь вернёмся к встрече Беннета с Байденом. У нас ещё есть несколько минут времени. Да. Возможно, появились какие-то подробности, какие-то детали. Видите, три недели назад министры иностранных дел Лапит и Бенни Ганс, министр обороны, созвали в Иерусалиме послов всех стран, членов Совета Безопасности ООН, и сказали им, что если Иран сохранит нынешние темпы обогащения урана, он достигнет военного ядерного потенциала дней через 70. Мы это помним, мы об этом говорим. И если часы этого обратного отчёта точны, то Ирану осталось сейчас около семи недель до того, как он станет государством, обладающим ядерным потенциалом. И учитывая эту ситуацию, можно было ожидать, что премьер-министр Израиля Беннет вылетит в Вашингтон, намереваясь продемонстрировать президенту США готовность Израиля атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы остановить приближение к точке невозврата. И можно было ожидать, что этот премьер-министр Беннет сообщил президенту, что хоть Израиль и будет признателен за помощь США в выполнении миссий, но всё, о чём он просит, это не мешайте, не подрывайте наши деятельности, дайте нам разобраться с Ираном. И напомнить вот такого понимания можно было понять, почему Беннет рвётся в Вашингтон именно сейчас, когда когда Америка переживает величайшую после терактов 11 сентября стратегическую катастрофу. То есть не до Израиля сейчас в Америке. Америка Байден устроил такой фантастический космический провал в Афганистане, что это унижение и катастрофа сравнимая только с терактами 11 сентября 20 лет назад. И в это время путаться под ногами как бы глупо, но если речь идёт о том, что нужно атаковать Иран и нужно это делать сейчас, это понятно. Но похоже, что всего этого не произошло. Беннетт сказал, что представил Байдену совершенно новую стратегию по предотвращению превращения Ирана в государство, обладающее ядерным оружием. То есть бла-бла-бла. И Байден услужливо сказал, что он полон решимости помешать Ирану и когда-либо получить ядерное оружие. Но Байден также сказал, что он вообще не считает ситуацию неотложной. Напротив, он сказал, мы ставим дипломатию на первое место и посмотрим, куда она нас приведёт, как она нас привела в Амганистан. И мягко добавил, но если дипломатии не удастся, мы готовы обратиться к другим вариантам. Если Иран намерен за семь недель стать государством, обладающим ядерным потенциалом, то из заявления Байдена следует точно только одно, что администрация Байдена готова смириться с ядерным Ираном. И на этой встрече между лидерами США и Израиля не было никакой напряжённости. Байден что-то там булькал, 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 Байден посапывал, похрапывал. То есть напряжённости никакой не было, как если бы приехал Натаньял и сказал бы, ребята, или вы нам не будете мешать, или смотрите сами. Но когда Байден заметил про другие варианты, это заявление было даже слабее, чем в своё время президент Барак Обама, который сказал, что если наши усилия по умиротворению Ирана не увенчаются успехом, то мы рассматриваем военный вариант. А сейчас, когда американские партёры спросили у ПСАКи, а какие варианты вообще рассматриваются, что за другие варианты, про которые Байден там что-то промурлыкал, то ПСАКи честно сказал, на данный момент никаких других вариантов кроме дипломатии. Байден потерпел неудачу в Афганистане, потому что он очевидно считал, что при безоговорочной поддержке американских СМИ ему вообще не нужно беспокоиться о составлении последовательного плана вывода войск или предварительном обсуждении с союзниками США. Он был убеждён, что хороший пиар означает, что хорошая политика ему вообще не нужна. Но его неудача в Афганистане доказывает, что реальность всё-таки сильнее и на неё не влияют бурлурные заголовки в прессе. И СМИ Израиля сегодня тоже стали пропагандистской машиной Беннет. Но даже эти репортеры и комментаторы на телевидении, они говорили, что цель Беннета — просто сесть за стол переговоров с Байденом. То есть он не летел туда в разгар суматохи, которая случилась в Америке, которая была вообще не до Израиля со всеми его проблемами. Беннет попёрся в Вашингтон не для того, чтобы предупредить американцев, что мы будем бороться с Ираном, потому что он вот-вот станет ядерным государством. Он попёрся просто туда. И об этом говорят наши комментаторы, которые являются фактически пропагандистами Беннета. Они говорят, что он пришёл туда просто чтобы сесть с Байденом, чтобы показать, что он тоже премьер-министр, а не какой-то там мальчик-суфер, улицы. И фиаско Байдена в Кабуле показало миру, что Байден очень ненадёжный союзник. И в совместном появлении Беннета и Байдена было даже приятное обещание, что Иран не получит ядерного оружия, которое Байден зачитал по слогам, как Брежнев, со своих карточек. Но всё это не применяет факта того, что основная идея заключается в том, что Америка сейчас по вопросу Ирана не с Израилем. И Беннет после встречи сказал, что он выполнил всё, что намеревался достичь. И, возможно, это правда. Он просто приехал, посидел с президентом США и показал, что он теперь тоже премьер-министр Израиля. Но он забывает, что реальность успешна, как бы, сильнее, чем все эти связи с общественностью. И похоже, что Израиль в этой встрече не получил ничего, а Иран продолжает подвигаться. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. И хорошего Нового года. Сладкого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова